Мировой финансово-экономический кризис В 2010-м словосочетание окончательно превращается в общее место общих дискуссий Предыдущий год первый со Второй мировой, когда глобальный ВВП показывает отрицательную динамику Планетарная безработица, напротив, бьет рекорды роста Она самая высокая за всю историю наблюдений, да что там, за историю существования всемирного рынка труда Три экстренные встречи большой двадцатки менее чем за 12 месяцев не решают проблемы. Совсем Но пока весь мир кричит о жажде хлеба, в спокойной Беларуси, создавшей с начала века подушку экономической безопасности И упредительно девальвировавшей валюту на 20% год назад, еще не устали от зрелищ Пока на мир обрушивается шторм нестабильности, наша страна все еще тихая гавань Главная новость начала 2010-го года не экономика и не политика Провозглашается новая столица в Беларуси, вот это новость, культурная столица Традиционно это Витебск, ну а в том году впервые Полоцк И начиная с того времени, акция культурная столица в Беларуси каждый год получает новую прописку Впрочем, вопреки правилам географии, культурная столица появляется и у самой столицы Теперь это Киев, кинотеатр Киев, первый в стране 3D Это сегодня ими никого не удивишь, а тогда... На первый сеанс «Аватара» 12 января билеты расхватывают за 13 минут Обычно фильмы идут в кинотеатрах две недели «Аватар» закуплен для показа до середины марта на два месяца Предосторожность не излишняя, но не спасает и она Двухчасовая очередь не гарантирует получение заветных пропусков в иную визуальную реальность В официальном блоге Киева 28 января На февраль билеты раскуплены На март предварительная продажа начнется 8 февраля Почти точно Что для вас сегодня открытие первого в стране 3D? Вот пять лет спустя воспоминания не потускнели, как пленка? Мы рисковали, но мы не прогадали Вы помните те огромные очереди? Директор кинотеатра похудела килограмм на 7, на 8 Потому что это было невозможно Она не знала, куда спрятаться Но у нас удалось возродить и вернуть зрителей в кинотеатр Самый главный успех, когда с семьями ходят в кино, у них есть общение Это очень замечательно Несмотря на то, что по Ленинской максиме важнейшим из искусств является кино Знаменитый минский цирк после двухлетней реконструкции открывает свои двери в тот же год, что и 3D-комплекс Первый мой визит в Минске 1997 года Сегодня сравниваю, какая сегодня ситуация Цирк стоит, а рядом не было такого знания, большого модерного знания Которая вот сегодня светится Это, наверное, бизнес-центр Это новая гостиница И это тоже красота Это тоже Минску нужно Минчанам нужно Правда, основной ареной года становится все же Минск-арена Позвольте объявить многопрофильный культурно-спортивный комплекс Минск-арена открытым На открытии команда Ягра против дружины Яшина Первый символический удар – грецкий месье Эфетисов С тех пор матч всех звезд не прекращается вот уже 5 сезонов Причем не только хоккейных Параллельно десятки концертов мировых звезд – музыки Праздник, который отныне навсегда с нами Вот что для Беларуси – главная арена Уже осенью того же года в столице республики грандиозный конкурс детской песни Евровидения И слоган-шоу «Почувствуй магию» идеален без преувеличения Вокруг и на самой арене реальная магия При этом вполне в белорусской традиции побеждает тогда песня про маму 2010 год и детское Евровидение в Минске – это, в принципе, было такое уникальное явление для белорусского телевидения Да и, в принципе, для нашей страны, потому что это самая современная новая концертная и спортивная площадка Минская арена, она только открылась Работали все члены команды 24 часа в сутки и 7 дней в неделю Но, конечно, это большая гордость именно за то, что такое большое шоу мы сделали сами, сделали своими силами Сделали на своей земле, в своей новой чудесной, действительно классной арене И, конечно, если предоставится еще раз такая возможность, если вдруг наш участник когда-нибудь, может быть, это будет Руслан, выиграет взрослый Евровидение, привезет его в Минск Я думаю, что все с большим удовольствием снова повторят этот проект и будут очень рады на нем поработать Это было незабываемо Я с самого детства своего мечтал попасть, посмотреть на этот замечательный конкурс И это были такие эмоции, это было самое масштабное из всего, что я видел И я для себя задался целью, что когда-то наступит тот день, когда и я выйду на эту сцену И именно на сцену Евровидения и представлю достойно свою республику Арены 2010-го вообще благосклонны к белорусам В канадском Ванкувере, вернее, в элитном горнолыжном местечке Уистлер-Блэккомп К бронзе американского Солт-Лейк-Сити наш фристайлист Алексей Гришин прибавляет первое в нашей истории мужское зимнее золото А для него эта высшая награда уже вторая тамошняя Первую символично в 2001-м он взял там на мировом чемпионате А еще в Ванкувере у нас серебро беатлониста Сергея Новикова и бронза Дарьи Домрачевой До золотой феерии которой остался один олимпийский шаг Взять в спорте свое в том году удается и нашим молотобойцам Ивану Тихону и Вадиму Девятовскому Конечно, летом и не на стадионе, в суде Международный спортивный арбитраж впервые в истории вернул именно нашим спортсменам честно добытые ими и несправедливо отобранные у белорусов медали Текинской олимпиады Мы два года с Иваном Тихоном добивались своей правды Часто говорили мне потом, что вот если бы сдался Если бы где-то, может быть, и не было потом бы такого прессинга, который мы после ощущали Но в любом случае, конечно, оно стоило того Хотя бы только потому, чтобы показать спортсменам Те, которые знают свою правду, те, которые уверены в себе Что надо и нужно и можно бороться и доходить до победы А на арену виртуальных баталий в 2010 году Выходит чемпион мира во всех весовых категориях И белорусский 10-ти нет 100 миллионов борец 10 августа стартует рекордсмен среди кибердисциплин Самая популярная игра в мире Мир танков World of Tanks Правда, на старте цифровой мотор слегка глохнет По техническим причинам Все желающие смогли зайти в мир танков только спустя 3 дня Но уж потом Игра про танковое сражение Второй мировой Обзавелась первые два года 35 миллионами поклонников Сейчас эта цифра достигает 100 миллионов Минские программисты, играючи, заставили весь мир Интересоваться славными страницами нашей истории Вот он, наш ответ Блицкригу Плацдармом для экономической экспансии В хорошем смысле слова В Южную Америку по результатам визита президента Республики Беларусь Стала Боливарианская Республика Венесуэла Три дня в Каракасе потрясли латинский мир 22 соглашения в ключевых областях экономики и производства История подписывается на глазах у миллионов Все соглашения в прямом эфире И смотрятся даже с большим интересом Чем популярные во всем мире очень многосерийные местные телефильмы Да и эмоции там и тогда не наигранные Когда на аэродроме прямо на ВПП решаются вопросы, влияющие на ВВП Эта штука сильнее, чем бразильские сериалы В начале будущего года Мы должны начать здесь строить Хотя вторую бразильскую часть того визита Александра Лукашенко Тоже обсуждают от Кубы до Чили С этого начинается история взаимовыгодного трансокеанского партнерства Которое получит развитие в 2015-м в российской Уфе На саммитах шанхайской организации и БРИКС Впрочем, говорить, что международная конъюнктура была позитивна, нельзя 17 декабря 2010-го в берега мира ударила первая волна цунами До конца не склынувшая и сейчас В Тунисе произошло событие, с которого якобы началась арабская весна Самосожжение произвел торговец Мохаммед Буазизи И вот государство, которое считалось образцом гуманного постколониального развития В считанные месяцы сгорело, как спичка Рухнуло, откатилось вниз по истории в средневековую раздробленность Следом за ним огонь охватил Египет и Ливию Лишился статуса централизованной и в целом цивилизованной страны Йемен Едва пережил вспышку насилия Бахрейн Сирия, библейская Сирия, еще полыхает Пальмира? Пальмиры больше нет Против исторической логики, наперекор географическим и социально-экономическим реалиям Да, собственно, всему вопреки первой в списке чуть не оказалась такая европейская, такая спокойная Беларусь Цветной сценарий из прошлых лет, дополненный углубленный, как провал в тихих кабинетах зарубежных властных коридоров Едва не реализуют на ночной, но не тихой, кричащей, скрежещущей Нинской площади Приуроченный к выборам протест Белоруссии нейтрализовать удалось Но политический катаклизм, начавший охватывать три континента, ушел с первых мест в выпусках новостей Только тогда, когда 11 марта 2011 года уже не людское, природное цунами ударило в побережье Японии Фукусима Сильнейшее землетрясение в истории страны восходящего солнца И затмившая солнце 40-метровая волна убийцы разрушительной силы В считанные минуты, секунды нанесли ущерб в 6% ВВП государства И несчитанный процент имиджа безопасной державы 15 тысяч жизней Море унесло море человеческих жизней Минск пришел на помощь своему побратиму Синдаю Центру одной из наиболее пострадавших префектур, Мияги Северная соседка той самой Фукусимы смогла прислать к нам своих детей Беларусь тогда и всегда не могла не помочь И как раньше белорусы слали японских бумажных журавликов в память о хиросимской девочке Садако Так и в 2011-м Мы вместе не прошли мимо чужой их нашей беды Добрый день, господин посол Здравствуйте Спасибо Господин посол, скажите, пожалуйста, детям Синдая понравилась Беларусь? В этом году тоже приезжали дети из Сендая И они провели очень-очень приятное время И они вернулись, конечно, в восторге И японцы тоже довольны Особенно их родители тоже довольны Что их пригласили сюда на отдых в Беларусь Самая активная сфера воздействия между нашими странами Это сотрудничество в области преодоления посредствия аварии на АЭС Мы организуем в Беларуси грантовую программу Которая называется «Корни травы» Медицинские учреждения покупают необходимые для них оборудования Мы, конечно, с удовольствием еще собираемся продолжать вот эту помощь Той весной с советской трагедией в Чернобыле как раз минуло четверть века Но когда масштаб японской беды еще не был оценен В Беларуси уже давно знали на себе Что каждый десятый городок, село, местечко нашей страны С 26 апреля 1986-го оказались в зоне Четверть лесов Зеленой Республики вмиг стали непригодны ни для чего Более 100 месторождений недоступны 340 предприятий пришлось закрыть или сократить их работу 235 миллиардов долларов 30 годовых бюджетов Беларуси на момент аварии Такова была наша цена чужих просчетов И это не считая, потому что неисчислимы личные потери Здоровья, жизни, бесценные в каждом случае Но белорусы не бросили свою землю, даже если многими пришлось уехать из родных мест Так в Славгородском районе, где вся используемая территория в 86-м была в разной степени загрязнена В первый год пришлось отселить треть жителей В нашем районе жизнь немножко приостановилась Потому что люди стали уезжать после Чернобыльской аварии В том числе и мои родственники Наша семья осталась Однако время показало Те, кто остался, не отбросили надежды и веры И не оказались брошены сами Постоянные и последовательные шаги страны к возрождению за четверть века Позволили перейти от реабилитации пострадавшей земли К устойчивому социально-экономическому развитию территории 20 лет назад наша школа выглядела вот так Двухэтажное невзрачное здание А сегодня это современное учреждение образования Мы надеемся, что новый указ президента о развитии юго-восточных районов Могилевской области станет стимулом для открытия у нас новых предприятий, школ С 1995-го Александр Лукашенко каждую весну лично и обязательно сам бывал в пострадавших районах И пять госпрограмм на сегодня вместе более чем на 20 миллиардов принесли плоды Сейчас белорусская земля возвращается и возвращает жителям Сторицей Правда, много больше в 2011-м в Беларуси вспоминали не о взрыве четверть вековой давности Вспоминали, думали и говорили о том, как 11 апреля без 5-6 вечера в час пик 11 апреля без 5-6 вечера в самый час пик в Минском метро произошла трагедия Взрыв Это был единственный теракт в истории Минского метро 11 человек погибли на месте Еще четверо от ран позже в больницах Но это станет известно потом А сначала, через считанные минуты после взрыва Во всем городе, в каждой квартире, в каждых руках зазвонил телефон Это был день, когда звонили все телефоны Главные слова – ты где? Я нормально, а ты как? Когда я ехал в Беларусь, все говорили, что я направляюсь в самую спокойную и стабильную страну в мире Очевидно, бомбисты хотели дестабилизировать обстановку в такой стране Скажут тогдашний посол Кубы Альфредо Портуондо Но нет, белорусы выстояли Помогали друг другу выбраться Таксисты развозили раненых, не взяв денег Никто не отказывал на просьбу позвонить И звонки, звонки, звонки Я на самом деле до сих пор очень хорошо помню тот день Я тогда еще работала корреспондентом программы «Зона Икс» И мы с моим коллегой, ныне ведущим программы «Зона Икс» Димой Лукшей Собирались на концерт во дворе с республики Мы не доехали, буквально несколько остановок Поезд остановился, никто никому ничего не говорил В вагоне начали перешептываться И начали звонить телефоны Мне позвонил шеф, я снимаю трубку Он спрашивает, вы где? Говорю, мы уже подъезжаем, практически подъехали Но вот почему-то стоим Он сказал, что на Октябрьской произошло ЧП Я сказала, мы идем туда Огромное количество скорых машин Огромное количество спасателей Я надеюсь, очень надеюсь, что я больше такого никогда не увижу Параллельно ты еще звонишь по телефону своим родным и близким Когда мы уже подбежали к Октябрьской Туда же подъехало несколько наших редакционных машин И я сразу оттуда уехала в больницу скорой помощи Туда начали привозить уже первых пострадавших Я поехала туда А мой коллега, если я не ошибаюсь, уехал в МВД Летом заокеанский финансово-экономический кризис пришел и на нашу землю Для нормализации ситуации понадобилось время, но справились А вот осенью под Ярославлем вновь из-за ошибки других в авиакатастрофе погиб хоккейный локомотив, летевший на матчи в Минск В КХЛ с тех пор не проводят матчи 7 сентября Вспоминают всех Среди них подающий надежды молодой, по-особому романтичный, преданный Сергей Остапчук Надежный и мужественный, целеустремленный спортсмен и тренер Николай Кривоносов И живая легенда, легенда Руслан Салей 24-й в национальной сборной Навсегда Наше прошлое делает нас сильнее И Беларусь не забывает историю И Беларусь делает историю В 2012-м наша страна стала соосновательницей единого экономического пространства Правоприемницей лучших традиций общего экономического и производственного блока, существовавшего в Советском Союзе Только самое эффективное Вместе с нами взялись вспоминать, переосмысливать, переносить в единое настоящее Россия и Казахстан А сегодня группе государств, вместе отвечающих вызовам неспокойного внешнего мира Присоединились уже и Кыргызстан, и Армения В чем смысл вот таких интеграционных объединений? Ведь это не наше ноу-хау Весь мир сейчас идет таким путем Потому что в мировой глобальной экономике Каждое государство, будь оно даже там очень развитым Само по себе, не способно быть по-настоящему конкурентоспособным И когда создаются такие интеграционные экономические объединения И складываются возможности ряда государств не случайных А связанных кооперацией, развитыми торгово-экономическими связями и так далее То это сложение дает большой кумулятивный эффект А еще в 2012-м Беларуси делали не только то, что во все времена делало нас белорусами Но и то, чего от нас не ждали совсем В 2012-м то, что Виктория — это победа, узнала вся Беларусь Весь мир увидел победу, викторию на кортах Австралии А позже вместе с Максимом Мирным белорусы — мирные люди Взяли первое с 1968-го в истории Олимпиад золото в миксте В смешанном парном разряде Ваш друг и коллега в парном разряде — Максим Мирный и Вика Азаренко Против Робсон и Маррея Маррея же тогда стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде Вот как вам та игра? Матч был очень напряженный, достойный финала Олимпийских игр И судьба была победить нашей команде Что они и сделали Матч был непростой, но ребята молодцы, браво, настоящий Олимпийский чемпион В 2014-м появилась и вот эта Академия Тенниса Как вам, как именитому тренеру, известному спортсмену и белорусскому болельщику Каким видится, каким будет наш теннис? Во-первых, здорово, что у нас уже есть вот эта наша теннисная академия Это центр, это сердце всего, что происходит в стране в теннисном плане Здесь на данный момент удалось собрать практически всех самых лучших спортсменов В возрастных категориях, практически всех лучших тренеров, которые есть у нас в Беларуси Значит, на данный момент мы, в принципе, понимаем, над чем нам еще нужно немножко доработать И с большим оптимизмом смотрим в будущее Работа потихонечку дает хорошие результаты То есть я думаю, что нас ждут интересные несколько лет впереди А еще золотое яблочко в Лондоне попал в трилог Сергей Мартынов Беларусь всегда была на стыке не геологических, но геополитических плит И переживать стихии, войны, беды, ненастья Устоять во время удара Перетерпеть первые, самые страшные часы Собрать силы, восстановить свой дом после всего Так во все времена поступали беларусы Вот и 2011-й страна прошла Как и другие темные времена прошла, собравшись И начала отстраиваться В 2012-м завершилась реконструкция замка в Несвеже Что-то меняется, но что-то должно оставаться неизменным Смотрите Точно такой же, как на рисунке Наполеона Орды полуторавековой давности Замок Радивиллов, внесенный в список наследия ЮНЕСКО Наравне с Мирским, Беловежской пущей И сохранившимися пунктами геодезической дуги Струва Это уже навсегда бережно сохраненный, тщательно обновленный дар Беларуси мел В те годы, в начале этого десятилетия, мир и мы пережили многое Мы пережили и сохранили лучшее из прошлого Пережили и восстановились Пережили, чтобы, несмотря на мировую конъюнктуру, продолжить строить настоящее Настоящую Беларусь-21 Смотрите в следующей серии 2013-й фольклоре, как год, когда картошку сажали в снег Ледяной циклон над Беларусью и огненный шторм в Украине Война на Донбассе, нормандская четверка в Минске и историческая миссия Беларуси Стулья и кресла перемещают вот к этому небольшому журнальному столику Именно он станет главным столом переговоров 16 часов говорили политики, чтобы замолчали пушки Я убежден, что сегодня глаза всего мира векованы к миру Минск – донор мира на континенте и столица мировых хоккейных баталий Огромное спасибо Беларуси! Наши дни. Беларусь-21 Заключительная серия документального цикла «Агентство теленовостей» 4 октября в главном эфире Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова